Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. Если вам знаком диагноз хронический простатит. У его обладателя снизилась эрекция. То в этом видео вы узнаете полезную информацию. Именно как приготовить 5 видов лечебной воды, чтобы вылечить хронический простатит в домашних условиях. Более того, можно не только улучшить эрекцию, но и предупредить развитие аденомы простаты и даже рака простаты. Любой хронический воспалительный процесс это риск развития рака соответствующей локализации. Если есть хронический гастрит, то возможен очень вероятен рак желудка. Если есть хронический простатит, то вероятен рак простаты. И чем дольше сохраняется хронический воспалительный процесс, тем больше вероятность развития рака в этом органе. Я знаю о чем говорю. Более 10 лет назад опубликовал книгу «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика». Где свел разные факторы риска, в совокупности по которым можно определить вероятность развития рака различной локализации. И чтобы быстро вылечить хронический простатит, нужно просто правильно пить воду и правильно питаться. Обладатель хронического простатита, скорее всего, не знал, как это делать правильно. Возможно, он выполнял одну из самых вредных рекомендаций для мужской простаты. А именно, что нужно пить 1,5-2 литра чистой воды в сутки. И точно он не держал в своих руках мою брошюру про воду и ее значение для организма мужчины. Для организма человека. Также он точно не знал, что такое 13 врагов мужского здоровья, как с ними справиться, чтобы не развился хронический простатит. Возможно, мужчина не знал, как правильно париться в бане, в сауне, как к ним подготовиться. Если не созданы были нужные запасы воды в организме, то после этих великолепных оздоровительных процедур легко обостряется хронический простатит и снижается эрекция. Ну, а в перспективе, если совершать ошибки и далее, могут начать скрипеть, или хрустеть, или болеть суставы. И развиваются обменно-дистрофические заболевания в суставах. Вот в этом видео я расскажу про то, как приготовить несколько видов лечебной воды для простаты с учетом обозначенной патологии. И начну с самого простого варианта. Для того, чтобы улучшить удаление тех продуктов жизнедеятельности, которые были накоплены в организме за годы не самого рационального образа жизни, и вывести их, в том числе и мочевую кислоту, не раздражая простату и почки, я советую приготовить вам правильно яблочную воду. Яблоки можно брать разные. Я советую чаще использовать зеленые. От них больше пользы. Как приготовить яблоки правильно? Берете яблоко, моете, снимаете наружную блестящую кожицу, измельчаете мякоть до кашицеобразного состояния. На одно-два яблока, одна чайная ложка сахара, два стакана воды, доводите до кипения, томите 15-20 минут, и при остывании яблочная вода готова. Как ее правильно использовать? А использовать очень просто. Между приемами пищи, как источник воды. Такая вода способствует более активному удалению белковых токсинов и через почки, и через кишечник. Иными словами, очищение организма идет прекрасно. Если вам нравится такой простой способ приготовить воду для того, чтобы вылечить хронический простатит, уже можете поставить лайк на видео или написать «Мне нравится яблочная вода для лечения простаты». Более активная вода для лечения простаты может быть получена несколько иным способом. Для этого вам нужно правильно приготовить апельсиновую воду. Апельсин моется под струей холодной проточной воды с мылом. Далее снимаете наружную кожицу, отжимаете сок. Можно развести 1 к 2 к 3 с водой и использовать между приемами пищи. А если апельсин достанется вам достаточно кислый, то можно использовать неразведенный апельсиновый сок, как аперитив перед едой. Особенно, если в вашем рационе появляется пища животного происхождения. И в этом случае также со временем у вас получится вылечить хронический простатит с помощью апельсиновой воды. Если вам нравится такой способ лечить хронический простатит в домашних условиях, напишите в комментариях «Мне нравится апельсиновая вода для лечения простаты». Потому что следующий вид воды будет более агрессивным и не такой простой. Это лимонная вода. Лимоны моются под струей голодной проточной воды с мылом. Далее разрезаете пополам. На один прием сок половины лимона, для того, чтобы его легко добыть. Внедряете в лимон, в половинку лимона вилку. Делаете поворот. Отжимаете легко сок. Разводите 1 к 5, 1 к 10 водой. Сахара лучше не добавлять. И используете в количестве 50-70 мл перед едой за 5-10 минут для улучшения работы желудка. И переваривания белковой пищи, которая следом должна поступить за лимонами. А если разводите лимонный сок 1 к 10, 1 к 20, то такую лимонную воду можно использовать на протяжении дня, как источник воды. Каждый вариант воды помогает и пищу переваривать, и белковые токсины, ранее накопленные за годы, а возможно десятилетия нерационального образа жизни, легко выводятся из организма. Если вам нравится лимонная вода для лечения хронического простатита, можете это отметить в их комментариях. Потому что следующий вид воды еще более интересен. Это гранатовая вода. Сок половины граната используйте либо как аперитив перед едой. Можете использовать во время еды, если пищеварение в желудке задержалось. Можете использовать после еды. В этом случае гранатовый сок используется в чистом виде. Если вы хотите использовать гранаты как жаждоутоляющий агент, можете развести гранатовый сок в 3-5 раз водой. И использовать как источник воды на протяжении дня. Гранаты и способствуют усилению очищения крови, выведению белковых токсинов. И усиливают мужскую силу сами по себе. Такие данные есть. Реально работает. Однако можно еще использовать гранатовый сок как хорошая основа для соусов. Которые помогут более активно переварить белковую пищу. Меньше белковых токсинов, меньше продуктов гнения белка будет в организме. Проще будет работать вашим почкам. А соответственно и легче будет проводить простаты мимо себя. Различные токсические вещества не раздражает. Хронический простатит тоже можно таким способом легко вылечить. Если вам нравится гранатовая вода, напишите это в комментариях. Я предпочитаю гранатовую воду использовать, чтобы вылечить хронический простатит. Потому что следующий вид воды будет еще более интересный. Он, пожалуй, самый сложный в использовании. Это имбирная вода. Или имбирный чай. Как приготовить имбирный чай в конце этого видео. Я дам ссылку на моем канале. Несколько таких видео есть. Как приготовить имбирную воду? Да очень просто. Помыли имбирь. Сняли наружную кожицу. Получили пол чайной ложки. Может быть, чайную ложку кашицы имбирной. Натерли на терочку. Развели водичкой. И можете использовать имбирную воду. Как перед едой, как аперитив. Так и между приемом пищи. Если вы ее разведете достаточно активно. Но так реже ее используют. А также можете использовать имбирь как пряность. Которая помогает переварить белковую пищу. Вновь меньше белковых токсинов образуется в организме. Легче удаляются те, которые были накоплены годами. И не самого рационального образа жизни. И имбирную воду тоже можно использовать. Но я бы советовал вам найти информацию в интернете. Что такое имбирные тесты. Имбирная вода, пожалуй, самая агрессивная. По отношению к различным органам и системам. Правда, она еще агрессивно влияет и на различную микрофлору. Если во время обострения хронического простатита присоединилась какая-то не самая простая инфекция. Имбирная вода поможет удалить эту инфекцию из вашего организма. И также уменьшить явление простатита. Если вам нравится больше имбирная вода. Для того, чтобы вылечить хронический простатит. Можете и так написать. Такой комментарий написать в форуме под этим видео. Это тоже реально хороший агент для того, чтобы вылечить хронический простатит. Основные виды хронического простатита можно вылечить этими способами. Приготовив лечебную воду для простаты. Этими способами. Правда, я знаю десятки видов. Их более 40 видов хронического простатита. В каждом из них нужно учитывать определенные нюансы. Возможно, ваш простатит можно вылечить любой водой. Водой из этого списка. Пробуйте. Курс месяц-полтора. И вы уже будете понимать. Работает эта вода. Для того, чтобы вылечить ваш простатит. И улучшить мужскую силу. Усилить эрекцию. Соответственно, в перспективе у вас будет профилактика аденомопростаты и ракопростаты. Ну, а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычного подписчика моих каналов словами. Крепкого здоровья. И разумного к нему отношения. Если вы получили новую для себя информацию, которую можно легко применить для вашего здоровья. Самое главное для здоровья вашей простаты. Не забудьте поставить на это видео лайк. Можете сделать репост. Возможно, не все ваши друзья, знакомые, родственники знают о таких простых способах, как помочь работать почкам над очищением крови и вашего организма в целом. А заодно и уменьшить явление простатита. Как простата, как индикатор показывает, насколько чистая, либо не очень чистая кровь у вас. Соответственно, моча будет тоже содержать разное количество раздражающих простату веществ. А простата просто как индикатор будет показывать своим воспалением. Воспаление простаты всегда снижает мужскую силу и может привести к импотенции. Но, предупрежден, вооружен, используйте разные виды правильно приготовленной воды для здоровья простаты. И будьте здоровы! До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко». Это YouTube. А также «Школа доктора Скачко» в Instagram. До новых встреч!